Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Купленов Плей, а это визуальная новелла под названием Кукуева. Рифму придумайте сами, соответственно, озвучивать я её не буду. Что-то наше, что-то близкое, что-то такое, давайте почитаем, давайте посмотрим. Может быть заинтересует и пройдём полностью, кто знает, новая игра. Поехали. Всё, уволен. Завтра можешь не приходить. Что? Игорь Николаевич, я же вам уже объяснил, что произошедшее не имеет ко мне никакого отношения. Из последних сил я пытался убедить начальника в своей правоте. А, это в смысле, из последних сил, окей. Доступ к корпоративной почте вчера имел только ты. Значит, никто, кроме тебя, не мог отослать заказчику тот слоган. Но, Игорь Николаевич, начал было я, но начальник перебил меня. — Дмитрий Сергеевич, освободите, пожалуйста, рабочее место. Приказ о вашем увольнении я уже подписал. Всего доброго. Сказав это, Игорь Николаевич развёл руками и двинулся по направлению к своему кабинету. — Да и пошёл ты, хрыч старый! — сказал я, собирай свои вещи в коробку. Внезапное начало. Внезапное начало уволили с работы. Работал я в рекламном агентстве. Наш офис находился в центре одного небольшого городка, численность населения которого достигала почти 200 тысяч человек. До недавнего времени я занимал должность копирайтера. Проще говоря, придумывал слоганы к рекламе. Ничего особенного, работа несложная, но муторная. В моей жизни меня всё устраивало. Но единственное, что давило меня на нервы, а если быть точнее, кто, был как раз-таки Игорь Николаевич, мой уже бывший начальник, а по совместительству старый урод, который требовал мне нервы вот уже 4 года. На дворе и на календаре только начался июнь. Выйдя из своего бывшего затхлого офиса, неспешным шагом я двинулся по тротуару. Июньское небо было нежно-голубым. Птицы пели на деревьях, окружающая атмосфера вселяла спокойствие, и если бы не мой недавний инцидент на работе, вероятно, я бы сейчас не злился на ведь окружающий меня мир. По правде говоря, я понимал, почему всё произошло именно так. И дело тут совсем не в письме, которое, по словам моего горе-босса, ушло к заказчику именно от меня. Всё дело было в том, что не так давно, где-то с недели назад, я заступился за новенькую сотрудницу, до которой лез с упрёками этот старикашка. Не знаю, что он хотел добиться, то ли он пытался поднять свой авторитет в коллективе, который находился ниже Плинтуса, то ли хотел подкатить к новенькой сотруднице, но по итогу мой бывший начальник сказал мне тогда, «Зря, Дима, зря, недолго тебе тут осталось». Видимо, это я неслышно выргался под нос. А, вспомнив это, я неслышно выргался под нос. Благо, никто этого не услышал. На улице было, на удивление, безлюдно, и лишь проезжающие мимо автомобили не давали мне окончательно погрузиться в себя и свои раздумья. Может, отношения на работе не сложились из моих взглядов на жизнь, а точнее, нежелание моё донести эти взгляды до окружающих. Я никогда не любил рассказывать сам о себе. У меня это не особо хорошо получалось, да и, по правде говоря, рассказывать мне особо было нечего. Может, как-то на контрол пропускать, на пробел. Обычное детство во дворе с пацанами, спортивные секции, первая любовь, поступление в университет, а в последующем отчисление из него. Родители, конечно, не хотели мириться с моим выбором, но их сопротивление продолжалось недолго. Ровно до того момента, пока я самостоятельно не съехал от них в собственную двухкомнатную квартиру в центре города. А где-то её взял, нихуя себе, ты же копирайтер просто обычный, говоришь. Без мам, пап и кредитов прозвучала забавная фраза у меня в голове. Мысли донимали меня до самого дома. Нет, я не испытывал проблемы в деньгах, не нуждался в жилье, просто по натуре я был из тех людей, которые не могли сидеть на месте. Собственно, наверное, именно поэтому у меня получалось добывать дополнительные от основного заработка деньги. Дополнительный заработок, в свою очередь, представлял из себя обычный слив данных, которым я имел доступ из-за своей работы. Ты к этому голодно наказуемо, драчок. Некоторые заинтересованные компании обращались ко мне с просьбой слить их конкурентов, взамен обещая неплохое вознаграждение. Один раз я даже чуть было не попался, когда мой товарищ по работе открыл компьютер, на котором я забыл закрыть почту. Но все обошлось. Все деньги, полученные вот таким вот нехитрым способом, я предусмотрительно откладывал на черный день. Вот этот день и настал, сказал я сам себе, доставая ключи из кармана и вставляя их в замочную скважину. Зайдя домой, я положил коробку с вещами на стул, а сам, помыв руки, пошел к компьютеру, который из-за своей невнимательности забыл вчера выключить. «Что делать дальше?» – произнес я вслух. Не ожидая получить ответ на данный вопрос. Посидев с минуты в удобном кресле, я не придумал ничего лучше, чем сейчас же отправиться спать. Утро все-таки. Хе-хе, да, утро. Утро, так как говорится, да, почему бы и не поспать. Солнце било мне в глаза. Зажмурившись, я огляделся по сторонам. Как оказалось, я стою посреди леса, деревья в котором только-только начали распускать листья. Ярко-зеленая трава примялась подо мной, и я перевалился с ноги на ногу. Какой-то до боли знакомый лес. Разве мне доводилось здесь бывать? В этот момент меня кто-то окликнул несколько раз. Поняв, откуда идет звук, я обернулся и обомлел. Вдалеке стояла моя бабушка и махала мне рукой. Не задумываясь ни на секунду со всех ног, я однился к ней в объятия, и тот момент, когда между нами оставалось считанные метры, все начало растворяться в густом тумане. Куда бы я ни бежал, этот проклятый туман не кончался, а напротив только усилился. Упав от бессилия на землю, я заплакал. Это типа сон? Нихера себе! Какая модная кровать! Простулся я от того, что по моим щекам обильно текут слезы. Ну и ну. За окном уже приближался вечер. Подойдя к нему, я вытер... А, к окну в смысле. Подойдя к окну, я вытер слезы и распахнул окно. Высунувшись в него по пояс, закурил. В детстве мне очень нравилось ездить к бабушке в деревню. Днями напролет я бегал по улице с местной шпаной, ходил с ними на речку. Прибегал обратно только тогда, когда моя бабушка выходила из дома и звала меня. Столько лет прошло. Сон, который мне приснился сегодня, как будто вновь обнажил раны, которые с годами успели затянуться. Бабушке не стало уже как два года назад, и для меня это была огромная трагедия. Дом, в котором я провел детство, достался мне в наследство, но с момента смерти бабушки меня ни разу там не было. А может, стоит туда приехать? Раз уж время свободное появилось. Из раздумий меня вырвал смех, который раздавался на улице. Опустив глаза вниз, моя квартира находилась в четвертом этаже, я увидел несколько человек, которые стояли возле магазинчика, который носил гордое название «Благодать». Сколько раз вот такие вот компании портили мой здоровый сон своими криками. Жители моего дома пытались бороться с ними, но все тщетно. Докурив, я отошел от окна, не став его закрывать. Чем бы заняться теперь? С одной стороны, можно до глубокой ночи засесть за компьютером, который, если честно, мне уже изрядно поднадоел, или же можно засесть за компьютер, предварительно сходив в магазин под домом за парой бутылочек пива. Что мне делать? А ты типа любишь, да, так посидеть с пивком, потупить в интернетике, там посмотреть и мемчики, вот это все. Ну давай сходим за пивом. Ну а что, давайте сходим. Конечно, пить вредно. Пить вредно, говорят ученые, что пиво – это самый наивреднейший алкоголь из всех алкоголей, который был придуман. Не скажу, почему конкретно, но какую-то статью я читал, там было так написано. Ладно, пойдем сходим за самым вредным в мире алкоголем под названием пиво. Ладно, так уж и быть. Я начал одеваться, а в это время у меня в голове вертелась мысль о деревне, которая мне сегодня приснилась. Сколько времени в детстве я там провел? Такой хороший дом простаивает. Может, к чертям продать его и купить себе новенькую иномарку? Нет, просто так продавать нельзя, нужно хотя бы разок туда съездить. Еще немного погоняв мысли в голове, я принял решение, что как только проснусь, завтра сразу же поеду туда на пару дней. Усталость от города, от работы, от алкашей под домом накопились во мне до предела. Мне нужно побыть наедине с собой и с природой. Подожди, это же не магазин, это же бар. Тем временем, я уже вышел на улицу, обогнув дом, подошел к магазину. Возле входа в бар «Благодать» меня встретили несколько алкашей, смех которых я слышал из своего окна и которые прямо сейчас пристально изучали меня взглядом. Не задерживаясь снаружи, я зашел внутрь. Ебаня, что это за пиздец? Внутри этот бар-магазинчик выглядел еще более удручающим. Обшарпанные стены, деревянная барная стойка, которая отделяла кассир от покупателя, вносили особый колорит. Этот колорит всецело дополнял человек, лежащий в углу этого заведения. Купив несколько бутылок пива, я как можно быстрее вынырнул наружу. Ну и вонища-то! Надеюсь, хоть кассиршам доплачивают за работу на вредном производстве. От этой мысли у меня появилась едва заметная ухмылка на лице. Не успел я отойти от магазинчика, как меня тут же окликнул кто-то сзади. Э, пассажир! Обронил денег, молясь! Простонал хриплым голосом один из синих мутантов, который, по-видимому, унес возле этого магазинчика круглосуточную вахту. Присмотревшись, я увидел, что на земле лежит кошелек, который мне каким-то чудом удалось обронить в спешке. Пока я искал взглядом кошелек на асфальте, синяя масса, которая докучала меня своими орами в летние спокойные ночи, медленно начала перетекать в то место, где и лежал кошелек с деньгами. А когда я все же приблизился к нему, то алкаши образовали небольшой полукруг, в центре которого стоял, по-видимому, верховный алканавт, руководящий этим перемещением синей массы. Подойдя вплотную к своему бумажнику, я замер. Паузу, которая продлилась пару секунд, прервал главный пьянчушка. «Че вылупился? Поднимай!» Сказал он с вызовом. Я понимал патовость ситуации, в которой оказался. В этот момент мне в голову не пришло ничего лучше, чем сказать, «Че столпились-то, орки?» «Ты ебанутый! Тебя сейчас примут нахуй!» «Нет, ты смотри какой, нехуй, с него бокал водный какой!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» «Да это все, это же не алканавт, это не синяя масса, это местная аристократия». По толпе синеботов прокатилось возбужденное эхо, которое прекратилось только после того, как главный алкаш поднял руку, успокаивая непослушное синее стадо. «Слышь, терпила!» «Ты че ляпнул?» «То есть братва тебе помогла, а ты вместо того, чтобы нам половы отсыпать, начинаешь на честных людей договаривать?» Не дело! Войны выэтиловые, а не братва. Ебать, он себя хоронит прямо сейчас сильно. Сказав это, я достал перцовый баллончик и в лучших традициях голливудских боевиков крутанулся вокруг своей оси, разбрызгивая жгучий перец прямо в лицо гопников. Бля, жест. Стадо вокруг меня мигом испарилось. Остался только их предводитель. Несколько секунд он крутил головой вокруг себя, а после посмотрел на меня и выдал. Ну ты все, сука, допрыгался! Я и не заметил, как у него в руке появился острый как бритва нож. Он накинулся на меня. Моя прыткость, которую мне удалось прокачать, занимаясь в свое время карате, в этот раз меня не подвела. Нож пролетел ровно в том месте, в котором я находился буквально мгновение назад. Мига сориентировавшись в пространстве, Синебот кинулся в новую атаку. Мне ничего не оставалось, как вновь отпрыгнуть от опасного броска. Но в этот раз я совершил чудовищную ошибку. Забыл прижать пакет с несколькими бутылками спиртного к груди, из-за чего мое неуклюжее падение пришлось на спину. По инерции пакет с бутылками пива продолжал полет и прилетел мне четко в нос, который через мгновение после удара начал кровоточить. Алкаш наблюдал за моим падением. Поняв, что больше у меня не будет возможности прыгать от него, он сделал финальный рывок, целясь своим острым ножом четко в центр моего живота. Казалось, спасения нет. Но мои ноги, которые я тренировал долгими часами, занимаясь боевыми единоворствами, сделали машинальное движение, от которого алкаш повалился рядом со мной на землю. Вот же блядь! А, вот же блядь! Пронеслось у меня в голове, когда я увидел, как лезвие ножа вошло четко между ребер моего нападавшего. Алкаш больше не шевелился. Тонкая струйка крови потянулась из его раны. А тупое выражение навечно застыло на его пропитом лице. Рывком я поднялся и побежал к дому, попутно прихватив свой кошелек, который алкаш в момент атаки пнул в мою сторону. Вслед мне кричали его дружки, которые уже начали приходить в себя. Забежав домой, я не разуваясь пробежал в свою комнату, из которой у меня выходил вид на этот злополучный магазин. Вокруг уже собралась толпа, в центре которой лежал синий вояка, перевернутый на спину. Нож торчал со стороны его сердца, выражение лица не поменялось, разве что тон его кожи приобрел более бледный вид. Разглядывал я его до тех пор, пока на горизонте не замаячили мигалки скорой помощи и полиции. Что же со мной будет? Может просто выйти сдаться? Срок уменьшат дадут как-никак. Беспорядочно метались мысли у меня в голове. Скорая уехала быстро. Упаковав труп в черный мешок, они покинули место происшествия. Как понять, а там опись, расследование, какие-то улики нет? Должны же вроде милиция была поработать. А вот полиция задержалась на более длительный срок. После того, как ими было изучено место преступления, они перешли к опросу людей. Каково же было мое удивление, когда друзья мертвого алкаша начали рассказывать про меня, про нашу с ним драку и про мое бегство? Неужто они думают, что это я виноват случившимся? Сев на диван, я достал бутылку пива. Пакет я так и не выпустил из рук. Думай, Дима, думай, что же делать? Но никаких дельных мыслей ко мне так и не пришло. Лишь когда я допил все пиво, у меня появилась странная для этой ситуации идея, которая влетела ураганом в мою раненую сражением голову. Деревня? А что, если просто поехать в деревню? Про это недоразумение природы все забудут через считанные дни. Плюс люди, адекватные люди, подтвердят, что я ни в чем не виноват. Это была чистая самооборона. Хотя какая тут самооборона, я его и пальцем-то не тронул. Пусть отпечатки возьмут. До сто процентов по камерам все видно. А если спросят, что убегал, так я отвечу им в стиле одного из современников. А что догоняли? Все это я и говорил вслух. Не в силах больше удерживать мысли о произошедшем в себе. Волей-немолей я смог взбодриться, и теперь все произошедшее не казалось мне чем-то страшным. Но вспомнив, как работает правоохранительная система у нас в стране, я вновь приуныл. Ладно, хватит на сегодня. Пора в души спать, а завтра поеду в деревенский схрон. С этими мыслями я отправился в ванну. Смыв засохшую кровь, которая не так давно стекала с моего покалеченного носа, я вышел из ванной, лег в постель и моментально провалился в сон. З-з-зз-ззз. Моё пробуждение было весьма болезненно. Голова раскалывалась, руки подрагивали, а спина неприятно ныла от боли после вчерашнего падения на землю. Надо хотя бы таблетку выпить. Отодрав себя от дивана, пошатываясь, я прошёл на кухню. Выпив таблетку, вернулся к себе в комнату. Всего на секунду мой взгляд устремился в окно, и всё произошедшее вчера событие навалились на меня с новой силой. Огромное пятно крови возле многострадального бара заставило мое тело вновь вздрогнуть от страха. Это был не сон, а реальность. Жестокая и беспощадная реальность. Схватившись за голову, я присел на диван и начал думать. Со скрипом будто бы нехотя шестеренки мыслей начали раскручиваться у меня в голове. Ночная идея уехать в деревню уже не казалась мне такой шикарной. Какая к черту деревня? Ты вляпался по самой нехочу, надо выбираться из сложившейся ситуации, а не бежать от нее на всех порах непонятно куда. Плюс ко всему, с чего ты так уверен, что тебя там не найдут? Нет, ну конечно, первым делом тебя будут искать тут, в городе. Но почему ты вдруг решил, что они не заявятся в твои деревенские хоромы? Дом-то на тебя оформлен официально. Еще немного подумав о сложившейся ситуации, я принял окончательное и правильное решение. Ну надо сдаться, что бегать-то, блядь, ни в чем же реально не виноват. Нет, последнее, что я сделаю, так это буду убегать от кого-то. Надо открыто смотреть своим страхом в лицо. Дима докажет, что несмотря на то, что мертвым оказалось именно синее чудовище, потерпевшим является именно он, воодушевленно сказал я о себе в третьем лице. С настроем, которому могли бы позавидовать даже спартанцы, вышедшие в свое время на бой с перцами, я отправился в ближайший полицейский участок. На улице стояла шикарная июньская погода. Солнце приятно освещало окружающее пространство. Зеленые кроны деревьев неслышно шумели, переливаясь в золотистых лучах. Людей на улице было немного, а те, что были, в подавляющем большинстве являлись работниками коммунальных служб, которые уже потихоньку начали менять трубы по всему городу. Неспешным шагом, двигаясь по спокойной и зеленой провинциальной улице, я подошел к полицейскому участку. Немного помедлив на пороге, прошел внутрь, предварительно перекрестившись, на всякий случай. Похуже не будет. Меня завели в тесный кабинет, в котором из мебели было два стула и стол. За единственным окном, находящимся в этой комнате, была решетка. За столом сидел задумчивый следователь, который сначала никак не отреагировал на мой приход. Но уже через мгновение, после того, как деревянная дверь за моей спиной со скрипом закрылась, он начал вести допрос. «Зачем вы его убили?» — спросил он, поднимая на меня глаза. «Я? Да это он набросился на меня с ножом!» А вот его друзья утверждают, что это именно вы набросились на него, а он лишь защищался. Негодование росло во мне с каждой его репликой. «Но его никто и пальцем не тронул! Говоря откровенно, потерпевшим тут является не то синее быдло, а я!» «Раз вы являетесь потерпевшим, чего ж побои не сняли?» Он указал пальцем на мой нос. «А, это...» «Мне не нашлось, что ответить». «Помимо этого, люди, которые наблюдали за потасовкой со стороны, сказали, что вы кого-то из них ограбили. Это подтверждает и видео с камер наблюдения». «Вы про мой кошелек, что ли?» — в недоумении выдал я. «Ну, то, что он ваш еще доказать надо». «А что, по камерам не видно, как он у меня из кармана выпал?» «Не видно», — сказал следователь. Допрос продолжался еще три часа. Сто раз я успел пожалеть о том, что не решился уехать в деревню на месяц-другой. По версии следствия выходило, что это именно я набросился на беззащитного синебота, который всего лишь мирно стоял у магазина. Надежда вернуться сегодня домой погасла во мне окончательно, когда следователь вызвал кого-то к нам в кабинет. Этот кто-то поднял меня рывком со стула, заломал и вывел из здания полиции. Как потом стало ясно, меня было решено доставить в СИЗО для выяснения дальнейших обстоятельств. Побыв в следственном изоляторе несколько дней, я понял, что это не такое уж и плохое место. Нахождение в этом государственном учреждении не причиняло мне никаких неудобств. Лишь изредка мне приходилось ловить на себе озабоченные взгляды видавших видов зэков. В одну из ночей я проснулся от того, что кто-то зажал мне рот огромной и вонючей ладонью. Моя попытка рывком подняться на ноги не увенчалась успехом. Меня держат несколько человек. Спустя еще несколько секунд перед моими глазами возникла острая заточка, а после показалось страшное лицо зэка, похожее на морду сфинкса. «Это тебе захриплого, сучара!» Сказав это, зэк резкими отточными движениями возил несколько раз лезвие заточки в область моего живота. Я пытался вырваться, кричать, но все было честно. Постепенно мое сознание угасало. Лицо зэка начало пропадать, а на его месте перед глазами появился пляж с бархатным песком. Вместо переговоров заключенных мой слуг начал улавливать звуки моря и чаек. Теперь все будет хорошо. Лучше пиво пить. Скрываться от полиции надо было. Так, ну я сохраню. Окей, вернуться. 20 минут прошло. Ну давайте скрываться от полиции посмотрим. Нет! Отставить ментальный понос, который вселяет в меня панику. Раз вступили в схватку, будем драться до конца. Хрен они просто так возьмут Демаса. Тем более не факт, что меня вообще будут искать. По камням же четко видно, что пьяница сам упал на нож. В аду в шауленной этими мыслями я отправился на кухню. Несчадно поглощая завтрак, я параллельно планировал в голове дальнейшие действия. Нужно собрать рюкзак и отправиться на поезд. Много вещей брать не стоит, потому что это может привлечь ко мне излишнее внимание. Также не стоит брать билеты прямо до села. Пройдусь пешком пару километров, зато потом это может сбить с толку с тех, кто решит меня искать. Такого рода мысли донимали меня до того момента, пока я полностью не укомплектовался готовый к поездке. Стоя на пороге, меня не покидало чувство, что я о чем-то забыл. Точно! Нужно же взять ключи от домика и посмотреть по карте, сколько мне придется ехать до села. А еще желательно прихватить документы на дом, мало ли у кого-то какие вопросы возникнут. От Уссурийска, города, в котором я живу, до деревни Кукуева, было примерно 60 километров на поезде. Через полтора часа я буду на месте, пронеслась у меня мысль. В моей душе поселилось непонятное беспокойство, связанное с тем, что мне придется покинуть привычное место жительства неизвестно насколько. Да еще и при таких обстоятельствах. Закрывая квартиру на все замки, мне пришла мысль о том, что моя прежняя жизнь закончилась. Закончилась. Начался новый этап, который мне предстоит преодолеть, невзирая ни на что. Спустившись с четвертого этажа и открыв дверь, я встретил своего соседа Кирилла, который стоял у подъезда и курил. Кирилл был единственным обитателем бара Благодать, с которым мне приходилось здороваться из чисто соседского уважения. Иногда он, как и другие обитатели этого чудесного места, прерывали мой спокойный сон своими пьяными криками. Кирилл не был постоянной частью синемассы, но все же про него я не мог сказать ничего хорошего. — Ха! Здорово, Димон! Чё, куда собрался? — поинтересовался Кирилл, протягивая мне руку. — Здорово! Да так, к родителям в Хабаровск на месяц еду. Отпуск как-никак, — соврал я, пожимая ему руку. — А, понятно! Это чё, слышал, чёрт, чё произошло-то? — Кирилл посмотрел на меня озадаченно. — Нет, а что? — Как же стремительно распространяются слухи в небольшом... — Каком, блядь, небольшом городе, сука, это у тебя под окошками произошло? — Ну как? Чувака одного зарезали, правильно, возле благодати. — Я туда каждый день хожу, но ничего подобного, столько лет снова не случалось. — Во дела! — А кто? — изображая удивление и интерес, спросил я. — Да я фиг его знаю, сейчас не разберёшь. Да это не главное в этой ситуации. Главное, чтоб наш бар не прикрыли, а то терпилы всякие жалобы пишут, мол, шума много от него, а теперь там ещё и человека вальнули. — Потому что, поэтому что будет с нашим баром, не знаю, — сказал Кирилл, бросая окурок в сторону. — Нашу, скажет тоже. Вашу скорее, — подумал я. — Кстати, Димон, 28 рублей есть, а то у меня, ёпта, все деньги закончились. — Ну ты когда вернёшься, я тебе всё отдам, отвечаю. — Ой, началось, блядь. Это был излюбленный метод Кирилла по зарабатыванию денег, к которому он прибегал каждый раз, когда ему не хватало на выпивку. Впрочем, когда хватало тоже. — Конечно, Кирюха, какие проблемы, держи. — Сказав это, протянул ему 100-рублёвую купюру. — О, Димон, спасибо большое, прям выручил, тебе я твой должник. Быстро пожав мою руку и не задерживаясь ни на секунду, Кирюха пошёл в сторону благодати. — Можно было, конечно, дать на 50 рублей меньше, Но в моей ситуации лучше не жадничать. Мало ли, может, Кирилл как сосед отмажет меня перед полицией. С этими мыслями двинулся в сторону железнодорожного вокзала. На улице стояла шикарная и... Июльская... Июнь же только был. Шикарная июльская погода. Солнце приятно освещало окружающее пространство. Зелёные кроны деревьев неслышно шумели, переливаясь в золотистых лучах. Людей на улице было немного. А те, что были в подавляющем большинстве, являлись работниками... Также на моём пути возникли рабочие, которые возились возле рекламного щита. Что там написано? Не мои ли заголовки, которые я придумал накануне, работая копирайтером? Попробурчав это, я напряг глаза, пытается глядеть хоть что-то. Голосуйте за Подливкина. В свою очередь надпись на билборде гласила «Голосуй за Подливкина». За ним правда. Точно. У нас же выборы через пару месяцев. Вот они и активизировались. На вокзале было полно народу. Такое впечатление, что все разом решили уехать из нашего прекрасного и уютного городка. Ну так лето. Лето все по дачам, по огородам. Все туда, ёбанно. Не покидавшее меня чувство беспокойства усилилось, когда на вокзале ко мне подошли полицейские с собакой и потребовали документы. В этот момент мое сердце упало в пятки. А может и ниже. Полицейский долго разглядывал мой паспорт, вчитываясь в каждую строчку. Но уже через мгновение он, как ни в чем не бывало, закрыл мой паспорт и отдал его мне. Всего доброго. Пробурчал, удаляюсь. Вот же, блин, пронесло. Но быстрым шагом я прошел к кассе, за которой сидела женщина размером с бульдозер. Она меланхолично пробила мне билет. Уссурист Кукуева прочитал я надпись, напечатанную чернилами на картонном белом билете. Это не совсем входило в мои планы. Но деваться было некуда. Как оказалось, в радиусе 10 километров от Кукуева других населенных пунктов не было. А тащиться в незнакомой местности такое расстояние мне не хотелось. На перроне меня уже ждал мой поезд. Протянув в проводнице свой билет, я огляделся по сторонам. Людей было очень много. Шум на станции постепенно перерастал в гам. И куда им всем надо? Тоже в Кукуева собрались скрываться. Улыбнувшись своей мыслью, вновь перевел взгляд на проводницу, которая протягивала мне мой билет. Удобно устроившись на своем месте, я посмотрел в окно, за которым беспорядочно бесновалась толпа людей. Ну и ну. Поезд медно тронулся, постепенно набирая скорость. Знакомые, я бы даже сказал, родные улицы проносились за заляпанным окном. Пока, Уссуриск. Еще увидимся, сказал я, оттранившись от окна. Вот же она. Деревня Кукуева предстала передо мной во всей своей красе. Выйдя из поезда на разрушенный временем перрон, я ощутил свежее дуновение ветра, которое заставило поежиться мое сонное тело. Поезд начал медленно двигаться дальше, только тогда мне бросилось в глаза, что на перроне нет никого, кроме меня. Отлично! Меньше народу, больше кислороду, подумал я, и двигаясь неспешным шагом по направлению к лестнице. На первый взгляд в этой деревне не было ничего примечательного. Покосившиеся домики, деревенский магазинчик, коровы, пасущиеся неподалеку. Все это неотъемлемые атрибуты любого провинциального захолустья, которых в нашей стране по пальцам не сосчитать. Но для меня открывшаяся картина была особенной. Казалось, что с моего последнего визита здесь ничего не изменилось. Как будто время остановилось. Первый раз после смерти бабушки я приехал сюда. Сердце в моей груди беспорядочно колотилось. Ладони покрылись потом, в висках запульсировало. Мысли о родном человеке, которого мне больше не суждено увидеть, всплыли наружу с новой силой. Освободившись от оков, они разгорались все сильнее и сильнее, обжигая меня изнутри. Нет, Дим, как раньше не будет. Ты должен смириться с этим, такова жизнь. Обратился я сам к себе в третьем лице, шагая по пустынной деревенской улице. Идти мне пришлось по центру дороги, на которую с обеих сторон свисали ветки деревьев, норовящих достать до моей головы. Что еще бросилось мне с глаза, так это то, что растительности вокруг было заметно больше, нежели в моем городе. Ну логично же, потребности в навозе они тут явно не испытывают. Улыбнувшись своим мыслям, я и не заметил, как мое настроение начало ползти вверх. Пульс пришел в норму, а виски успокоились. Заметив свой дом издалека, ускорил шаг, дабы спустя два года заглянуть на исторические во всех смыслах для меня места. В этот момент в моей голове было пусто. Все лишние переживания ушли на второй план. Здравый рассудок вернулся ко мне. Дом моей бабушки, а если бы точнее мой дом, он представлял из себя деревянное одноэтажное строение с чердаком, на которое можно было попасть как из дома, так и с улицы. Собственно, именно по чердаку я и определил, что это именно мое жилище, так как все свободное пространство во дворе было покрыто травой, доходившей до самой крыши, и иной возможности опознать здание у меня не было. На низеньком покосившемся заборе висела ржавая табличка с едва различимым адресом. Кукуева-7. Да, теперь я уверен на все сто процентов, что мне с моим топографическим критинизмом удалось найти покинутое на годы строение с первого раза, не перепутав его с десятками других домов. Кстати, а кто этот Кукуев, в честь которого названа деревня и улица? Кукуева-7 такого адреса быть не может. У каждого селеного пункта, помимо названия, должна быть еще и улица. То есть должно быть Кукуева-Ленина-7, например. Дверь поддалась не сразу. И дело тут было даже не в навесном замке, который также подвергся влиянию времени, а в самой двери, которая никак не хотела открываться. Ха, справился, блядь. Ее там что, кто-то держит с другой стороны? Еще немного, безуспешно подергав массивную деревянную дверь, отошел на несколько шагов, осматривая ее. Вот же дурак, забыл совсем! Сказав это, направился к импровизированной железной щеколде, которая находилась в самом верху моей преграды и была призвана обеспечить дополнительную защиту от проникновения. Потянув щеколду вниз, дверь начала бесшумно открываться. Перед моим взором предстала небольшая прихожая, перетекающая в кухню. Света в доме не было, поэтому, не церемонясь, я поставил рюкзак на пол и достал телефон, на котором через мгновение загорелся фонарик, освещая пространство вокруг. Да, несмотря на то, что на небе не было ни облачка, в моем новом жилище было очень темно. Причиной этого могла служить только трава, которая глухой стеной загораживала окна и не давала свету пробиться через непроодолимую преграду. Фотоны света пролетели 150 миллионов километров от солнца до земли, и им не хватило каких-то пары метров, чтобы достичь своей цели. Решив, что пока рано разуваться, я прошел вовнутрь дома в обуви. Мое новое место обитания включало в себя помимо коридора, плавно перетекающего в кухню, две комнаты, одна из которых еще при жизни бабушки использовалась как кладовка, а после смерти туда были перенесены все ее вещи. Пройдя в основную комнату, я приблизился к щитку электропитания, который висел на ближайшем от меня стене. Все обесточено. Надеюсь, что спустя два года электричество не выключили окончательно. А то в моем положении отсутствие такого необходимого элемента, как энергопитание, могло сыграть со мной очень злую шутку. Эти слова я произнес вслух, так как с каждой секундой пребывания здесь мне становилось все страшнее от давящей тишины и наползающей со всех сторон темноты. Переведя все рычажки в щитке в вертикальное положение, я затаил дыхание, подходя к выключателю, который отвечал за свет в комнате. Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, резко нажал на выключатель, ожидая полного провала. Но нет! Теплый приятный свет зажегся, разливая свою теплоту по всему пространству комнаты. Фух, считай, повезло. Комната, которую я успел наметить для проживания, имела форму чуть выпуклого квадрата. В дальнем ее конце стоял большой комод, справа от него находились внушительных размеров двуспальная кровать. Казалось бы, дом был закрыт два года, здесь должна была быть гора пыли, но на удивление все более-менее чисто. Странно. А почему здесь должна быть пыль, блядь, если здесь как бы, ну типа, закрыто все, ничего не летит, вроде ветер, не знаю. От моего монолога меня оторвало едва заметное шевеление, которое я уловил краем левого глаза. Сначала мне было непонятно, откуда исходит это странное движение. Но присмотревшись до меня окончательно дошло, это лучики света пытаются пробиться через толщу травы. С этим что-то надо делать, немедленно. Мое немедленно значило, что перед тем, как приниматься за работу, я должен обязательно как следует подкрепиться и попить чаю, который в этот раз мне удалось прихватить с собой в термосе. На удивление, нахождение в доме никак не давило на меня. Наоборот, мое настроение начало подниматься перед осознанием того, что наконец-то мне удалось сбежать от городской суеты, которая в последнее время все сильнее давила на мой чистый рассудок. Свежий воздух опьянял меня, солнце придавало сил, я был готов к полноценному труду. Первонаперво было необходимо скосить всю траву, которая каким-то образом достигла невероятной высоты уже в начале июня. Ха-ха-ха, опять июнь. А что было бы в августе? Смог бы я тогда отыскать свой дом? Ручная коса еще советских времен находилась в импровизированном сарае рядом с домом, в котором хранилось все необходимое для ведения деревенского быта. Выйдя на крыльцо, перед моим взором предстала стена травы, которая, чувствуя, что доживает свои последние часы, принялась сильно колыхаться на ветру. «Тебе это все равно не поможет», — сказал я с вызовом, спускаясь с крыльца. «Так, теперь главное вспомнить, в какой стране этот сарай». С горем пополам, добравшись до заветной цели, я подошел к покосившемуся от времени сараю с инструментами. Зеленой облупленной краски на этом строении оставалось совсем немного. В подавляющем большинстве сарай был покрыт ржавчиной темно-рыжего цвета. Схуя ли на нем ржавчина-то была. «Да, время не щадит никого», — сказал я, доставая ключи от замка. Открыв дверь, передо мной предстало длинное помещение, по бокам которого располагались различные инструменты. «Косу искать мне не пришлось, она висела на ближайшей от меня стене. Я взял ее в руки, дабы осмотреть». «Черт, ничего не видно в этом полумраке». После осмотра косы под полуденным солнцем, меня который раз за день охватило удивление. Лезвие косы поблескивало на солнце как новое. Ручка, которая, по идее, столько лет должна была сгнить в сырости, представляла из себя крепкую и приятную на ощупь древесину. «Здесь кто-то живет?» «Я точно в свой дом залез?» «Почему все в таком хорошем состоянии?» «Недоумению моему не было предела». «Инструмент был у меня в руках, готовый к использованию, а это значило, что пора начинать косить». «Этот процесс занял у меня весь день. Я изрядно устал и пропотелся, выполняя этот нелегкий труд. Несколько раз возле моей калитки проходили люди, которые смотрели на меня с подозрением, но меня их взгляды ничуть не смущали. Пусть смотрят, мне не жалко». Уже вечером, осматривая результаты своего титанического труда, я заметил, что из-за забора с соседнего участка на меня смотрит пожилая женщина, которая мне кого-то напоминала. «Милок, подойди и будь добр», — обратилась ко мне незнакомка. Положив косу на землю возле дома, я зашагал к ней. И все же она мне кого-то напоминает. «Здравствуйте», — бодро поздоровавшись, остановился в нескольких метрах от нее. Она облокотилась на забор, задумчиво оглядывая меня. «Ты чьих будешь?» — вопросительно спросила соседка. «Я внук Клавдии Ивановны, вот, приехал проведать участок». «А, так вот оно что! Как там тебя звать-то? Дима вроде». «Да, мы знакомы», — недоуменно выдал я. «А как же, я тебя еще вот таким помню», — она пустила руку к земле. До меня наконец начало что-то доходить. «Анастасия Павловна?» «Она самая! Мы с твоей бабушкой всю жизнь дружили!» Между нами повисла неловкая пауза. Прервала затянувшееся молчание Анастасия Павловна. «А ты что, Жит, надолго?» — она вопросительно посмотрела на меня. «Да, вроде нет. Ну, может, на пару недель максимум», — задумчиво произнес я, так как мне самому было не до конца ясно, сколько продлится мое пребывание в этой деревне. «Ну, ты давай заходи, чаю попьем, обсудим дела насущные». Бабушка приветливо махнула мне рукой. «Не сосидите за наглость, Анастасия Павловна, мне придется отказаться от вашего предложения. Очень уж уработался за сегодня». «Ну, как знаешь, милок, как знаешь. Но ты все равно заходи, не стесняйся», — сказала бабушка, улыбнувшись. «До свидания», — сказал я, поворачиваясь и направляясь к дому. «Только ты этого самого», — Анастасия Павловна замялась. «Ночью не выходи особо, а то мало ли что может случиться. Местные мужики дикие, им тебя привыкнуть надо будет». «Эм, как скажете». «Все, больше не задержу, иди». Бабушка махнула на прощание рукой и, развернувшись резвым шагом, засеменила к дому. «Странная она какая-то», — подумал я, заходя в дом и закрывая его на стальную щеколду. Растопив печь, налил в чашку чай, который за весь день успел остыть в термосе. Пляшущее пламя отбрасывало загадочные блики, которые мое уставшее за день сознания принимало за существ, прибывших с далеких галактик. Наблюдая за тем, как огонь жадно пожирает древесину, я думал о случившемся со мной за этот долгий рабочий день. «Странно это все. Это деревня. Что-то тут не так. Взять хотя бы косу, которая находилась под замком несколько лет в сыром помещении. Почему она выглядела как из магазина? Хотя какой там, даже в магазине найти косу такого качества не представляется возможным. Или свет в доме. Я же не платил по счетам. Почему меня не отключили от сети? Или взять Анастасию Павловну, ее совет не выходить на улицу. Могла же сказать просто, мужчина у нас агрессивный, поаккуратнее с ними. Или днем они не могли пристать ко мне. И почему, когда она говорила, на ее лице читалось явное беспокойство? Не знаю, короче, столько вопросов и никаких ответов. Еще немного понаблюдав за пламенем, я встал и направился в комнату, предварительно закрыв створки в печи, дабы случайный уголек, вылетевший из нее, не вызвал пожар. Предварительно сняв старое постельное белье, которое, кстати, оказалось совершенно чистым, я постелил свое и улегся в приятную мягкую кровать. Форточку оставил открытой, дабы ночью не испытывать потребности в свежем воздухе. Приятный треск угольков и спокойная атмосфера напрочь выбили все размышления о странностях этого места из моей головы. Последнее, о чем я думал перед тем, как провалиться в сон, были мысли о завтрашнем дне, за который мне необходимо переделать уйму работы. Дом внутри выглядит немножко как-то больше, чем снаружи. Пробуждение мое было неожиданным. Вначале было непонятно, что прервало мой сон, но, прислушавшись, я понял, что слышу, как что-то бьется в стекло. Вот, на этом мы сохранимся. Если вдруг, то продолжим именно отсюда. Пока непонятно. Так сказать, решим, посмотрим постепенно. Если что, ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok и в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат. Субтитры сделал DimaTorzok